Астана Играй свой кюй, домбра, играй! Столичная молодежь организовала необычное мероприятие. В столице на проведение капитального ремонта жилых домов за счет средств республиканского бюджета подана 31 заявка. А на осуществление отдельных видов ремонтных работ поступило 21. На сегодняшний день по программе модернизации ЖКХ отремонтировано 20 жилых многоквартирных домов Астаны. В частности, 12 домов в районе Алматы и 8 в районе Сарарка. Общей сложности в них насчитывают 1713 квартир. В этих домах были проведены работы по ремонту кровли, фасадов, подъездов, замена пластиковых окон, установка энергосберегающих приборов освещения. В подвалах заменили инженерные сети и установили автоматические тепловые пункты и приборы учета. На данный момент полностью завершены работы в семи жилых домах. В течение двух лет подрядная организация, которая выполняла работу, несет ответственность по гарантии. В течение двух лет все эти недостатки будут устраняться. За 2-3 недели до окончания работ мы провели, с инициативной группой составили своего рода дефектный акт. Собрали все мелкие замечания и постарались их устранить именно к моменту сдачи дома. Сейчас процесс идет параллельно на всех 20 домах, которые в этом году были модернизированы. Сотрудники столичного ДВД проводят работу с владельцами гражданского оружия по обязательной установке системы охраны в помещениях, где хранится оружие. Они обязаны установить систему охран до 1 декабря 2014 года. В отношении лиц, своевременно не установивших систему охраны помещения, будет возбуждено административное производство. Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют владельцам только травматического оружия устанавливать сигнализации на общих основаниях. Также они могут сдавать данное оружие на временное ответственное хранение или за выкуп в органы внутренних дел. В отношении лиц, своевременно не установивших систему охраны помещений, где хранится оружие, привлекается, возбуждается административное производство по статье 369 административного кодекса и может быть наложен штраф от 1 до 5-месячного расчетного показателя. Столичные перевозчики инициировали специальную акцию. Кондуктор не дал билет, обеспечил бесплатный проезд. Цель – повышение качества перевозок и контроля работы кондукторов. Суть данного мероприятия заключается в том, что если контролер не выдал билет, то пассажир может осуществить поездку бесплатно. При этом в случае очередной проверки со стороны контрольной линейной службы ответственность будет нести только кондуктор. Для работников службы важно добросовестное исполнение должностных обязанностей. Подобные злоупотребления отрицательно сказываются на бюджете автопарков. В результате перевозчики попросту недополучают потенциальный доход. Они считают, что эта акция даст положительные результаты в работе с недобросовестными кондукторами. А также в целом способствует повышению гражданской ответственности пассажиров. Столичная молодежь организовала необычное мероприятие «Домбропати», которое прошло в Национальном музее первого президента. В данном мероприятии участвовали студенты Университета искусств, заслуженные деятели Казахстана, певцы, маленькие любители домбры, а также любой желающий, умеющий играть на этом музыкальном инструменте. Все посетители могли послушать горловое пение, импровизированное выступление домбристов и кит-артес. Главная цель – пропаганда национального искусства, популяризация игры на домбре. По словам организаторов, отрадно, что аккорды нашей домбры и ее необычное звучание не оставило равнодушными и иностранцев. Мы совершенно случайно попали на данное мероприятие. Я поражен вашей культурой и традициями. Это превосходно. Каждое исполнение отличается яркой индивидуальностью, характерной манерой исполнения, выразительностью и разнообразием. Особенно меня умиляют маленькие домбристы. Думаю, сегодня попробовать поиграть на данном инструменте. Это все о любимой столице к этому часу. Пять раз в неделю, пять минут в день, мы открываем вам самый интересный вид на главный город страны. Обсудить увиденное можете на наших страничках в социальных сетях. До встречи в сети в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова